Добрый день, уважаемые подписчики канала Политфак! Сегодня у нас в гостях Борис Юрьевич Гогарлицкий, российский социолог, публицист, основатель электронного журнала, ютуб-канала «Рабкор», также кандидат политических наук и директор Института глобализации и социальных движений. Добрый день! Здравствуйте! Хотелось бы начать с такого, как мне кажется, очень актуального вопроса сейчас. Спросите у вас, как у социолога, осталось ли такое понятие, как классы в современном обществе? Вот существуют ли сейчас они или социальные группы стали как-то более размытыми или… Нет, но вот это всегда вопрос, который меня просто поражает, потому что ну а куда они денутся? Понимаете, скажем, когда говоришь, что социальные группы, там, такие, всякие… Понимаете, социальные группы – это вообще совершенно другое понятие. Потому что в любые времена и в эпоху классической социологии Маркса и Вебера тоже были социальные группы, тоже были, кстати, сословия, вот понятие статуса у Макса и Вебера, простите. Так вот, понимаете, то есть, что социальная структура изменилась сейчас по сравнению с тем, что было, например, в 19 веке. Ну это очевидно, конечно, совершенно другая социальная структура. Но классы же определяются не тем, как эволюционирует социальная структура. Классы определяются тем, каковы отношения производства и, собственно говоря, как структурировано общественное разделение труда. В данном случае, кстати, надо отдать должное Ленину. Он себя проявил хорошим социологом, неожиданно, может, для самого себя. Потому что он, как известно, с этой мыслью долго как-то мучился. И потом вдруг вот в совершенно неожиданной работе ее сформулировал. В работе «Великий почин», которая вообще-то посвящена была совершенно другой теме. Так вот, общественное разделение труда существует. Существует наемный труд. Существует частная собственность. Существует, соответственно, иерархия, связанная с разделением труда, так сказать, между различными социальными группами. Значит, существуют классы и никуда они не денутся. А другой вопрос, как классы функционируют в реальной общественной практике сегодня, это совершенно другая тема. Потому что, действительно, и классовое сознание размыто, и границы между классами зачастую размыты, безусловно. И есть очень много промежуточных групп, которых ни к одному классу. Офисный планктон, например. Офисный планктон, там как раз все понятно. Это чистый классический пролетариат, там вообще не о чем говорить. Но есть много промежуточных групп. Себя могут считать. Управленческие группы, допустим. Разного рода группы, связанные с свободными профессиями, допустим. То, что вот классическая марксистская социология разом чехом записывала в мелкую буржуазию. Не дифференцирует, что внутри этих групп тоже есть очень большие различия. Но в этом смысле, да, очень большой пласт у этих промежуточных групп, которые частично могут быть отнесены даже к разным классам. Но это тоже известная вещь. Это вот абсолютно не новое явление. То есть это было и даже в 18-19 веке. Просто, когда, скажем, Карл Маркс и Макс Вебер формулировали свою классовую теорию, они должны были обратить внимание на главные вещи. То есть на основные классы общества. И поэтому возникает впечатление иногда при невнимательном чтении, что вот есть, типа, только два класса, допустим, там, или что-то в этом роде, да. Но это просто результат невнимательного чтения. Потому что, когда люди указывают на основные противоречия и основные классы, это не значит, что ничего другого просто нет. И, значит, вам показали вот главное, да, вот это главное, да. Остальное второстепенно, может, и все. То есть люди имеют в виду не два класса, а именно такие два понятия, как эксплуататоры и эксплуатируемые. Ну, правильно. Тут четкое разделение. Ну, оно совершенно четкое, да, оно абсолютно, но, опять же, формы эксплуатации тоже могут быть разные, степень эксплуатации может быть разная. Более того, есть же такое понятие, как самоэксплуатация, да, вот чем отличаются, скажем, пресловутые мелкие собственники. Или, кстати говоря, сейчас вот в этой нише, которую раньше можно было определить, как, скажем, ниша ремесленников, сейчас находятся пресловутые вот эти, там, креативные трудящиеся, креативный класс. Кто они такие? На самом деле это просто ремесленники, это мелкие ремесленники. Только они ремеслом занимаются интеллектуально, вот и все. А вот как тогда можно сейчас как-то взрастить классовое сознание, чтобы люди себя начали идентифицировать? Только через действие. В этом вся суть. Вот какие, например, образования? Нет, ну просто, когда люди начинают активно объединяться, организовываться для того, чтобы защищать свои права. Я очень часто привожу этот пример, что сейчас нам кажется, что, допустим, классовое сознание рабочего, класса индустриального, да, в 19-м, начале 20-го века, это нечто само собой разумеющество, да, ничего подобного. В общем-то, потребовалось где-то примерно около столетия, чтобы вот это классовое сознание сформировалось в том виде, в каком мы его видим примерно вот к началу 20-го века. Но если говорить более конкретно, то вот представьте себе какой-нибудь там 1840-й год, вот есть, допустим, водитель паровоза, есть лакей слуга, да, есть работник на заводе, есть, ну, условно говоря, батрак в поле и прочее, 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 да. Все они наемные работники, все они пролетарии. Чтобы они почувствовали себя единым целым, чтобы они осознали себя классом, потребовалась огромная сознательная работа, которую вели те же профсоюзные организаторы, политические активисты, идеологи и так далее. Но одновременно никакая работа вот этих вот активистов, идеологов и организаторов не дала бы результата, если бы объективно вот эти все люди не были вовлечены в практическую борьбу за свои права. То есть они начинали объединяться, и в процессе этого объединения им нужны были вот эти подсказки от, условно говоря, идеологов. Почему, допустим, сельские батраки должны работать и объединяться совместно с индустриальными рабочими, что не изначально очевидно, но в процессе борьбы становится очевидным. Но очень рекомендую посмотреть фильм Бертолуччи «Двадцатый век» тем, кто его не видел. Там очень четко этот процесс виден, но немножко по-итальянски фафосно, с элементом какой-то оперности, как вообще в итальянском искусстве, неизбежно, но очень наглядно это показывало. А вот я хотел, так сказать, перейти немного к образованию, вот все-таки через образование привить классовое сознание. Но, поскольку вы уже ответили, я хотел бы перейти на такую тему, вот как капитализм сейчас в современном мире, ну в России, может быть, если какую-то специфику брать, влияет на современное образование? Вот кого сейчас выращивают в высших учебных заведениях и даже в школах? Я думаю, что сейчас произошла очень интересная вещь. Капитализм вообще перестал кого-либо выращивать. То есть система образования перестала ставить перед собой задачу, кого-то сформировать, вырастить и подготовить. Более того, система образования даже перестала ставить перед собой задачу подготовить кадры для капитализма. Эта задача уже не стоит. И вот это на трагедии. Потребители. Современное образование. И этой задачи нет. Единственная задача современного образования в рамках неолиберальной модели состоит в предоставлении неких услуг и извлечении прибыли от этих услуг. Причем прибыль извлекается не только чисто коммерчески, то есть в коммерческих вузах. Свой механизм извлечения прибыли есть в госсекторе. И это мы прекрасно видим, в том числе даже через ту же самую систему ЕГЭ, например. Потому что зачем нужен экзамен ЕГЭ? Там говорят, что вот он оболванивает. Другие говорят, что он вводит какую-то систему объективных критериев. Да нет, ну все не об этом. Вообще не про то. Это аутсорсинг и приватизация процесса экзамена. Вот и все. Главное, это просто коммерциализация, превращение процесса экзамена в механизм извлечения прибыли. В данном случае отчасти из государства, но частично из самих родителей. Но прежде всего, кстати, из государства. Потому что сама процедура, скажем, проработки вот этих вот экзаменационных тестов, которые каждый год должны писаться заново и отдаются частным компаниям, это мощнейший механизм извлечения прибыли из сферы образования. Ничего другого там нет. И на самом деле все остальное это десятый, пятнадцатый, 15-й вопрос. Ради этого все делается. Какая идеотическая составляющая всего этого входит, если мы берем содержание? Это просто потому, что на самом деле содержание не имеет значения. Содержание экзаменов не имеет реального значения. Имеет значение денежная составляющая. А самозанятые репетиторы, они же тоже большой процент. Правильно, но они тоже работают в рамках этого рыночного подхода. Я ничего против людей не имею. Ну хорошо, но человек тоже извлекает прибыль. Понятно, что большие компании извлекают большую прибыль, маленькие люди извлекают маленькую прибыль. Потом приходит государство и говорит, ага, вот самозанятые репетиторы, они слишком большую долю этой прибыли, этого рынка взяли себе. Давайте мы их обложим налогом или вообще задушим. И тогда, соответственно, большая доля останется крупному капиталу. Вот и все вопросы. То есть это чисто вопрос о бизнесе. Кого формирует нынешнее образование? Оно никого не формирует, но оно предлагает некую услугу с определенным таким вот, я бы сказал, рыночным пафсом. Мы повышаем ваши личные котировки на рынке труда. То есть образование ориентировано на то, чтобы отдельному конкретному человеку оказать сумму конкретных услуг, с тем, чтобы он впоследствии получил эти услуги, мог себя, как наемного работника, продать более дорого на рынке труда. Опять же, с этой точки зрения абсолютно не важно, какое он имеет знание. Важно, какой он имеет сертификат. Потому что сертификат является именно тем фактором, тем инструментом, который непосредственно используется при самопродаже на рынке труда. Поэтому, когда говорят, что у нас образование свелось или деградировало до производства сертификатов, это совершенно верно, но они понимают, что самое главное, это уже в этом и есть. То есть покупка сертификата через определенную процедуру является рыночным содержанием современного образования. Ничего другого уже нет. Дальше отдельные преподаватели, отдельные ученики и отдельные институции пытаются, вопреки этому, или по инерции, сохраняя старые традиции, все-таки давать знания, воспитание, какие-то идеи. Ну, это, так сказать, некая такая инерционная составляющая, которую устранить нельзя просто, потому что нельзя устранить людей. А пока есть люди, которые играют не совсем чисто по рыночным правилам, у которых могут быть какие-то критерии. Кроме рыночных, они, естественно, будут в это все встраиваться. Но на самом деле надо понимать, что люди, которые всерьез преподают или всерьез учатся, они саботируют работу системы. То есть они мешают нормальной работе системы. Понимаете, чем лучше вы учитесь, тем больше мешает системе нормально работать. Вы ее дезорганизуете своими стараниями. Точно так же, как преподаватель, который хорошо старается серьезно относиться к своему предназначению, к своему специалисту, он, опять же, является помехой для машины. Он дезорганизует ее. А остались какие-нибудь сейчас образовательные институты в России, которые все-таки как-то пытаются вопреки, может быть, двигаться? Я думаю, что даже больше в любом институте, даже абсолютно коммерциализированном, может найти сегменты, которые работают по другим правилам. Это как раз тоже нормальная ситуация. Понимаете, опять-таки мы очень любим упрощать. То есть то, что я вам рассказал, да, это общая схема. Как только вы начинаете разбираться, ну, то же самое мы же с классами говорили, да, как только вы начинаете разбираться в деталях, вы увидите, что эта схема, да, она работает, но она работает не в чистом виде. То есть есть и то, и другое, и третье, и четвертое. Это, собственно, зачем нужна социальная наука? Понимаете, вот как советский марксизм говорил, ну, мы все там решили про классы, зачем там нужна еще социология? Но, понимаете, дело-то прячется в деталях, как известно. И тут та же самая история. А если посмотреть на этих чертей, так сказать, которые запрятаны по ходу дела, то мы понимаем, что есть целые сегменты, которые живут, повторяю, по старой логике. Ну, вот я преподаю в той же самой Московской высшей школе социальных и экономических наук, знаменитой Шанинке. Я могу сказать, что Шанинка в значительной мере является таким вот очагом сопротивления именно рыночному подходу. Причем, что это особенно пикантно, учитывая, что значительная часть преподавателей по своей идеологии вполне себе рыночники. Но это тоже еще один парадокс, что, скажем, люди, которые очень активно пропагандируют рыночную идеологию и рыночную практику для других, для себя и для своей профессии, все время норовятся сделать исключение, что вот другие пусть живут по законам рынка, а мы вот хотим жить по каким-то законам высших сил. И это тоже по-человечески понятно, и в общем, в этом даже есть какая-то красота своеобразная. Но я думаю, что в другом, в любом ВУЗе вы тоже можете найти сегменты, которые работают несколько по эндологии. Причем надо еще понять одну вещь, что в России, почему все это принимает крайне гротескные формы, потому что в России нету или практически не работает институт репутации. Он как раз сам по себе даже в рыночном контексте ценности не имеет, потому что он не сложился в дорыночную эпоху, поэтому его даже уже, так сказать, маркетизировать, коммерциализировать нельзя, да, потому что рынок осваивает любые институции или любые процессы, явления, которые сложились до него, превращает их в источник прибыли. Но если этот институт раньше не сложился, то и рыночным образом его тоже эксплуатировать не удается, поэтому он становится просто лишним, его начинают уничтожать. Но вот, допустим, в образовании есть некоторые сегменты, где репутация имеет значение. Но поскольку рынок это не использует, то здесь возникает конфликт между репутацией и, собственно говоря, прибылью. Поэтому вы можете иметь репутацию и не иметь денег, попросту говоря. А вот хотелось бы сейчас поговорить о такой очень актуальной теме, которая, безусловно, уже много раз была обсуждена в СМИ. И вот что сейчас происходит у нас в Латинской Америке? У нас в Латинской Америке. У них в Латинской Америке. Вот в Венесуэла, как так все-таки получилось, что социалисты пришли к власти в начале 2000-х годов? И почему их эксперимент провалился? Называется именемент. Нельзя сказать, что провалился. Давайте скажем так. Если говорить о социалистическом эксперименте или о социалистической стратегии в Несуэле, то, конечно, даже будет не совсем правильно сказать, что она провалилась, потому что ее, по большому счету, и не было. То есть была некая социалистическая риторика, за которой стояла перераспределительная политика, причем на первых этапах дававшая довольно хорошие плоды. Ну, просто пока не в сенах денег было много, они перераспределялись достаточно неплохо в пользу низов общества. Это боливаризм? Боливарианское, да. Это как демисоциализм, и вроде бы они позиционируют как не совсем социал-демократ. Нет, но дело в том, что сначала Витичавес говорил, я боливарианец, кто-то, когда был социалистом, коммунистом. Нет, нет, я боливарианец. Потом под влиянием в том числе и внешних факторов общего латиноамериканского левого поворота, он начал определять свою концепцию как социализм, новый социализм, социализм 2.0, там по-разному говорили, на разных этапах. Но суть в чем? Все время напоминаю, что социализм, капитализм и так далее это общественные отношения. Это определенные системы, определенные режимы общественных отношений. Причем, кстати, надо понимать, что действительно в современном обществе чистые капиталистические режимы, тем более социалистические, это редкость. То есть чистых социалистических режимов пока вообще еще нигде нет. И там даже кто-то сейчас мне скажет, а, там Северная Корея. Я сейчас приведу вам целый ряд аргументов, почему Северная Корея не является социалистическим режимом. Но дело не в этом. А в том, что мы живем в переходную эпоху, когда имеют место определенные отношения, которые относятся к капиталистическому способу производства, и уже складываются некоторые отношения, характерные для социалистических или капиталистических социальных режимов. Простейший пример, допустим, тот же самый город Таллинн не берет денег за работу общественного транспорта, перевел это, так сказать, в режим коммунистический. Или, допустим, какой-нибудь Филадельфий, вай-фай вообще доступен как просто часть городской среды. Что это такое? Это тоже элементы социалистических или коммунистических отношений, которые стихийно проникают внутрь капитализма. Другое дело, что они не являются господствующими, они являются подчиненными, в какой-то степени служебными, более того, в какой-то степени даже используется капитализм тоже в свою пользу, так сказать, для того, чтобы решать какие-то свои задачи внутрикапиталистического режима. Если вернуться к Венесуэле, то что там произошло? Как раз, в общем-то, Венесуэла даже не вышла на уровень смешанной экономики, по большому счету. То есть, в чем парадокс? Что мировое общественное мнение настолько сдвинулось вправо, что политика Чавеса, которая была, в общем, ну, очень умеренно социал-демократической, воспринималась как суперреволюционной, но к этому надо добавить еще одно, что сам Чавес и его окружение, они запустили такую вот суперрадикальную риторику, то есть они очень умеренную политику соединились с крайне радикальной риторикой, что, кстати говоря, в итоге оказалось для них самих проблемой, потому что диспропорции начали очень сильно бить, в том числе по той же чирвистской социалистической единой партии, потому что, ну, в общем, не было той идеологии, которая бы реально куда-то людей вела, потому что если вы даете риторику одну, а практика у вас совершенно другая, вы увеличиваете этот разрыв. На первых, Парахтамуру будет очень красиво, то есть вы себя прикрываете красивой риторикой, а на перспективу эта риторика не дает вам опор для практических действий, то есть что вы должны сделать, чтобы эту риторику поддержать. Но если говорить уже очень конкретно, то, повторяю, на первых Парах были позитивные моменты, то есть в плане искоренения неграмотности, в плане сокращения бедности и нищеты, улучшения жилищных условий, повышения уровня потребления. Тут по всем параметрам любые исследователи вам покажут, что Венесуэла в течение 2000-х годов сделала серьезные шаги. И более того, в этом плане Венесуэла развивалась, казалось бы, социально не тоже быстрее доставлена Латинской Америке, но существенно быстрее, чем раньше. Потому что как раз раньше мы видели в Венесуэле очень большой разрыв между темпами роста, допустим, экономики за счет нефтяного сектора и улучшением социальных условий. То есть разрыв, на самом деле, увеличивался. Именно это породило чавизм. То есть люди почувствовали, что же такое-то, нефти продаем все больше и больше, денег в сторону приходит все больше и больше, а мы лучше не живем. А все, как было, так и осталось. Ну, тут приходит чавизм, и вот начинает этот разрыв понемножку сокращать. Когда они до какой-то степени сократили, ну, то есть вышли на какой-то, условно говоря, приемлемый уровень соотношений между социальными и экономическими показателями, тут, по большому счету, первичная повестка чавизм была исчерпана. Нужно было делать что-то более значимое, то есть развивать уже экономику, а не просто подтягивать социальный уровень к тому уже, который достигнут на экономическом поприще. И, ну, тут они вообще ничего не стали делать. И тут еще дальше падает цена на нефть, как мы видели. При этом они людей приучили к этим подачкам. Они не создали новых рабочих мест в индустриальном секторе, они не создали нового образа жизни, они не создали, вот очень важное, что они создали новых мотиваций. Они даже образовательную систему не смогли, должны подтянуть, потому что они выучили людей грамоте, а вот уже высшее образование оказалось в крайне жалком состоянии. Они, конечно, создавали ряд новых вузов. Но, опять, вузы были очень слабые, главное, абсолютно не привязанные к общему экономическому развитию. Поэтому в Юнисуэлла закономерно она пришла в состояние кризиса, причем не сейчас. Эта кризис уже делала примерно с 10-го года, полная программа разделяемая, развивается, и ЧАЭС это чувствует прекрасно. Разница только в цифрах инфляции? Ну, не только, а разница в качестве управленцев, потому что деградировало управление, и по после смерти ЧАЭСа пришли к власти Мадуро и компания, которые были еще и коррумпированы. То есть ЧАЭС и его ближайшее окружение коррумпированными не были. То есть к ним можно предъявить очень много претензий, но коррупция, воровство там и так далее, не говоря уже о наркотрафике, всего этого не было. Да, вот за годы правления Мадуро это все тоже расцвело пышным светом, хотя тоже, наверное, не совсем случайно. Вот. А если брать Латинскую Америку в целом, то как раз картины гораздо более сложные, потому что, с одной стороны, мы видим разворот вправо, причем, кстати говоря, чем более умеренными были левые власти, тем более радикальным потом оказывается правый поворот. То есть, скажем, очень умеренная политика Лулы и Дион Руссов в Бразилии, которая, в общем, в случае с партией являющейся даже социал-демократами, их назвать очень трудно, скорее, социал-либералы, достаточно умеренная политика Венесуэля, и вот сейчас мы видим все эти резкие сдвиги в общественном сознании, потому что неудача вот этой умеренной политики воспринимается как провал левых. А вот даже если мы возьмем Аргентину, где тоже левые отступили, но там социальная обстановка другая, то есть вот сейчас посмотрим в следующие президентские выборы, вполне возможно, что опять же представители левых пиранистов выиграют, по крайней мере сейчас Аксель Киселов, бывший министр экономики Аргентины выступает как наиболее приемлемый кандидат, то есть вполне может выиграть, если все будет нормально. И в той же Боливии, там очень странная ситуация, там фактически политический процесс свелся к этническому, да, то есть противостояние индейцев метисов с одной стороны и традиционной белой привилегированной части общества. Ну и наконец Эквадор и Мексика в Эквадоре победили опять левый Ленин Морено, замечательный человек с фамилией именем Ленин, да, с фамилией Морено, да. Кстати, все это вдвойне играет, потому что Ленин это у нас играет, а Морено это известная фамилия, известный лидер латиноамериканских троцкистов, поэтому сочетание Ленина Морено звучит совершенно для латиноамериканского звука, феерически, так вот, ну и Мексика, самое интересное, конечно, Мексика, потому что… Это надо отдельную просто программу. Да, 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 потому что, смотрите, Мексика всегда была правой, да, последние 20 лет, 30 лет, по крайней мере. То есть когда вся Латинская Америка, остальное разворачивалась влево, Мексика твердо держалась правого курса, а надо понимать, что вся история Латинской Америки, конечно, это определяется с тремя странами, это Мексика, Бразилия, Аргентина. Вот в культурном, идеологическом, стратегическом отношении, экономическом, да, вот эти три страны определяют судьбу континента. И вот Южная Америка с Бразилией, Аргентина вроде поворачивалась влево, тогда Мексика все это балансировала, будучи правым вполне. Но сейчас наоборот, да? Лопас Абрадор выиграл выборы. Ну почему? По той же самой причине, по которой раньше выигрывали выборы другие левые. То есть он пришел… Там 20 лет засилие институционно-революционной партии. Не, ну там сложнее, там еще был и ПАН, там были сначала институционно-революционные партии, вот эта вот, так сказать, центристская. Единая Россия, чистая Единая Россия, кстати. Вот, на прочем, когда говорят, что Единая Россия – это новая КПСС, чушь собачья, она совершенно не похожа на КПСС. А вот если сравните Единую Россию нашу нынешнюю с институционно-революционной партией Мексики, особенно где-то там 70-80-х годов, ну просто один в один до деталей, даже вот просто внешне физиономические люди страшно похожи. Если убрать вот поправку, сделать на кариольские черты, вот физиономические, просто сравните вот наших чиновников, мексиканских, ну просто вот одинаковые совершенно люди. Но понятно, что Лопес Абрадор представляет собой. Лопес Абрадор представляет собой отражение тех успехов в развитии, которые в Мексике были за последние годы, потому что Мексика одна из тех стран, которая в ходе глобализации все-таки смогла к себе привлечь какое-то количество индустриальных рабочих мест, не потерять и привлечь. Значит, вырос индустриальный рабочий класс, вырос инженерный персонал, низший менеджмент, появилась потребность в более-менее рациональной бюрократии, все эти слои сказали, ну ребята, это нам неолиберальная модель уже, так сказать, ну не по размеру, мы вот из этой рубашки выросли уже, значит давайте все это делать по-другому. А насколько радикально они это будут делать, это совершенно другой вопрос, потому что мы посмотрим. в этом, но пока очень интересно, потому что пока первые буквально недели правления, ну месяц правления Лопса Абрадора очень позитивный, потому что он добился уже очень существенных успехов. Ну, держит он этот темп или нет, непонятно, но то, что он смог, скажем, спровоцировать массовые забастовки вдоль американской границы на Макеладорах, это уже большое достижение. Новость о предоставлении официальных виз рабочим из Центральной Америки, чтобы, я так понимаю, не заполняли рабочие места в Мексике, или официальный транзит сделать в Соединенном Мексике? Нет, это не значит, чтобы так. Дело в том, что в Мексике сейчас уже начинает не хватать рабочей силы своей. Учитывая, да, что от мексико-санкции уходят работать в США, очень многие, то в Мексике иногда начинает не хватать рабочей силы, это так. Задача Абрадора стоит в том, чтобы консолидировать становящийся, возникающий внутренний рынок в Мексике. А за счет чего? За счет того, что, кстати говоря, американцы, да, закрывают границы, будут закрывать границы, затруднять выход, да, и это, как ни странно, очень хорошо. То есть это заставляет мексиканскую экономику консолидироваться, обернуться внутрь и ориентироваться на внутренний рынок, а не на вывоз товаров в США. Поэтому Трамп и Абрадор очень кстати, как говорится. – Если мы затронули Латинскую Америку, вот такие организации, мы знаем о существовании таких леворадикальных организаций, которые до сих пор сейчас существуют, как ФАРК, ОНО, ЕЛН… – Ну это колумбийские. – Да, вот для левого движения вот вообще нужны ли они и их борьба? Вот что они, что этот феномен из себя представляет? – А знаете, посмотрите, например, Колумбия. Колумбия вообще очень странное место, потому что в колумбийской культуре вообще есть понятие Йоленсии. – То есть даже почитайте Габриэль Гарсиа Маркеса. Там гражданские войны продолжались десятилетиями с 19 века. То есть, если вы посмотрите историю Колумбии, то периода такого вот абсолютно полного мира будет меньше, чем времени, когда кто-то с кем-то воевал. Ну даже сейчас, строго говоря, когда ФАРК уже не воюет, но некоторые партизанские организации продолжают воевать. – Это официальная руководство ФАРК? – Да, да. – Все-таки заключил перемирие, а… – На местах нет, ну правильно. Дело в том, что, опять же, ФАРК один раз уже выходил из джунглей, они легализовались, создали организацию «Патриотический союз», у него патриотика. После чего их просто всех убили. Вот всех, кто легализовался, практически всех убили. – Прямая политика? – Да, да. Поэтому понятно, что сейчас люди же помнят этот опыт, это было при жизни нынешнего руководства ФАРК, поэтому ну, как-то где-то запрятать некоторое количество винтовок на всякий случай не мешает, да, и сохранить какую-то структуру, просто элементарное обеспечение безопасности. Ну, реально воюет Эйлен, то есть Эйлен, то есть Мавийская часть гериллии. Но что сделал ФАРК? ФАРК создал условия для перераспределения земельных ресурсов в пользу крестьян. И это, в общем, уже необратимая вещь. Более того, я думаю, что это будет большим стимулом дальнейшего развития Колумбии, по крайней мере, сельского хозяйства. А там другой вопрос, что зачастую производить нечего, кроме коки. Но это вот объективная проблема. А почему вдруг кокаин и вся эта фигня в таком количестве оттуда выращивается, а вы что-нибудь другое попробуйте продать? Вот это то, о чем вам расскажет любой латиноамериканский экономист аграрный, что каналы сбыта, допустим, любой другой продукции, они гораздо более затрудненные, гораздо более узкие, чем сбыт кокаина. Дальше работает рынок уже элементарный. Что делал Фарк? Они говорили, ребята, выращивайте что хотите, нам без разницы, но налог платите. Да, да, да. Медлинскому картелю все. Нет, Фарк брал свои налоги. Ну, да, и с Медлинского картеля в том числе. Да, с Медлинского картеля, да? Мало ли что вы выращиваете. Будете выращивать кукурузу, да пожалуйста. Никто не заставляет вас выращивать кукурузу, да? Выращивайте кукурузу. Но кукурузу труднее продать, просто элементарно. Поэтому, опять же, это проблема мирового уже рынка продовольствия и сельскохозяйственных товаров. Потому что, если кто-то хочет уничтожить наркоторговлю, сделать очень просто. Может сделать просто за счет реформы международной торговли, продовольствия и вообще сельхозпродукции. И, в общем, я суверяю, что проблема наркотиков, ну, не то, что решится, но сожмется в разы сразу же. Просто потому, что… Как только уйдет капитализм полностью, естественно, это… Даже не только уйдет, даже в рамках капитализма, если вы проводите какую-то политику, направленную на поощрение полезной продукции, не той продукции, которой есть платежеспособный спрос, а той продукции, которая реально полезна. Потому что… Ну, беда же в чем? Что на еду значительная часть населения не может предъявить платежеспособного спроса. Не потому, что они не хотят есть, а потому, что у них нет денег, чтобы заплатить за еду. Понимаете? Если вы перераспределите ресурсы, обеспечите этих людей едой и, соответственно, просто оплатите эту еду, да, то есть каким-то образом, да, то, пожалуйста, вот вам и другая структура рынка. И тогда, ну, ферма с удовольствием в скоте перейдет на кукурузу, там, на бананы, на что угодно. А вот в этой проблеме для Соединенных Штатов, которые выделяют постоянно денег, там, на борьбу с наркотиками создало специальное агентство в 70-60-х годах. Вот их что больше волнует – здоровье своих граждан, своего населения, или столько, или тот вопрос, сколько денег ввозится из страны? Нет, все, и деньги тоже, мне кажется, сложнее. Во-первых, как мы помним историю с сухим законом, что сухой закон был временем безудвижного пьянства в Соединенных Штатах. И более того, именно благодаря сухому закону общее потребление алкоголя в долгосрочной перспективе в США существенно выросло. Другое дело, что структура потребления алкоголя изменилась, то есть историки этим занимались, допустим, сравнивая структуру потребления алкоголя до сухого закона и после сухого закона выйдет, что структура потребления и то, что называется «drinking habits», то есть привычка к питью, она изменилась. Отдельные виды спиртного стали меньше потребляться, другие стали больше потребляться. Именно в силу того, что вот эти ниши были перераспределены, и между производителями произошел передел рынка в ходе сухого закона. Но самое главное, вы получили на выходе, во-первых, мафию, как организованную не просто преступность, а как организованную форму бизнес-сообщества нелегального и нелегальные деньги, вводящие потом в легальный капитализм. И во-вторых, вы получили очень большое количество свободных денег, которые сначала в нелегальной сфере перекрутились, потом вышли в другие сферы легального бизнеса. То же самое игровой бизнес, скажем. Игровой бизнес в Лас-Вегасе – это детища сухого закона. Вот произошло накопление капитала в этой легальной сфере, потом нужен был канал для выхода в легальную сферу, канал конкретно открылся через вот эти вот все дела в Лас-Вегасе. А с наркотиками та же самая история. То есть это, во-первых, это один из каналов накопления капитала, точнее ресурсов накопления капитала, перераспределения ресурсов. Кстати, говорю, еще одна очень важная вещь, что значительная часть денег, идущих на наркоту, идет от бедной части населения, которым мало что удается еще продать. То есть один из парадоксов, да, стоит в том, что на наркотики деньги дают бедные люди. Ну, конечно, есть всякие роскошные кокеинисты, которые там, значит, сидят в правящей элите и нанюхавшись пишут статьи о длинном государстве. Вот. Но это очень незначительная часть рынка, по большому счету. Основная масса наркотических денег идет от людей бедных, которые не являются в значительной мере потребителями других товаров. Понимаете? И это способ просто извлечь деньги из населения. Это безусловный бизнес. Даже вот в американском кино несколько раз мелькала тема, что наркокартели – это такие же транснациональные корпорации, как и все остальные, только оперирующие нелегальными каналами. И я думаю, что на определенном этапе вопрос о переходе этих денег по определенным каналам в легальный сектор, он будет решаться. На самом деле, если взять политэкономию этого дела, я думаю, что это вот открывается канал для легализации части избыточного капитала, накопленного в этой теневой сфере. И по этому поводу я помню, я с одним американским экономистом беседовал, который выступал против легализации. Я говорю, почему? А он говорит, так сейчас какие-то сидят трое хипарей, и коноплю выращивают, и продают. И они, значит, как-то живут с этого дела. А как только все легализуют, придет Филипп Моррис, там крупные компании, и эти хипарей все пойдут по миру. Все будет монополизировано и взято в руки больших предприятий. И, с другой стороны, я думаю, что легализация так легко не пройдет по той же причине, что все же вот Drag Enforcement Agency, все вот эти вот структуры борьбы с наркокартелем, они же крайне заинтересованы, чтобы проблема усугублялась. Они же не заинтересованы в решении проблемы. Они заинтересованы в том, что проблема была больше и больше и больше. Мелкие шишки, кто же там работает, они-то заинтересованы. Мелкие шишки, может быть, искренне борются. Но вся система заинтересована в том, чтобы становилось только хуже. Потому что тогда они дают больше денег, больше ресурсов, больше взяток и так далее. Поэтому, конечно, любая попытка решить проблему кардинально, она столкнется с тем, что те институты, которые созданы формально для борьбы с этим злом, они на самом деле заинтересованы в том, чтобы зло сохранялось. Ну, подконтрольно, может быть, но сохранялось. Поэтому, я думаю, сейчас гораздо интереснее то, что делает тот же Лопес Абрадор в Мексике, когда он пытается создать новые рабочие места, новые стимулы, новые мотивации для людей. Он же, знаете, по-другому как-то захотел, если, например, Филиппа Кальдерон, там его, ну, не предшественник. Войну они устроили. Да, да, они устроили бойню. Он говорит, что он будет по-другому. Очень простая вещь. Та же самая история. Либо парень идет в наркокартель, там, рискует, кстати, жизнью все-таки. Либо он идет на завод, где он платит нормальные деньги, дает социальные гарантии, и он совершенно легален, никто его не трогает, да. Еще не сохранит жизнь. Да, да. И риск, что его убьют, в общем, он тоже есть все равно, потому что все равно наркокартель где-то рядом бегает и в кого-то стреляет, но личный риск существенно снижается. Поэтому вот вы создаете рабочие места, создаете людям социальные перспективы, после чего наркокартель просто может оказаться без солдат, так сказать, без пехоты. Поэтому я думаю, что эти вопросы даже решатся с социальной стороны. И, опять же, я еще раз говорю, это очень интересно, потому что, да, мы можем сказать радикально, что вот когда мы покончим с капитализмом, то вообще все эти проблемы уйдут. Но мы же не покончим с капитализмом сегодня на завтра в один день, так сказать, по щелчку, да. Значит, нужно с чего-то начинать, нужно совершать какие-то действия хотя бы вот сейчас. И показывать, кстати, людям, что перемены возможны. Потому что одна из особенностей неолиберализма, начиная с Фукуяма, в том, что сказать, никаких альтернатив в принципе нет. Вот по-другому все равно нельзя. Вам, может, это абсолютно не нравится, но вы должны понимать, что любая попытка что-то устроить по-другому, даже частично, это утопия. Поэтому вот так называемые реформистские миры, они хороши не тем, что они решат проблему полностью, да, они ее не решат полностью. Но они показывают, что в принципе существует возможность решения проблем. И они необходимы. Даже в рамках капитализма. Даже в рамках капитализма. Но как только вы начинаете их решать в рамках капитализма, вы понимаете, что ага, ну ведь, значит, вообще в принципе перемены возможны. Значит, в принципе можно сделать что-то еще более радикальное, пойти еще на несколько шагов дальше. И, может быть, вообще обойтись и без капиталистических отношений. И вот тут уже начинаются другие совершенно разговоры. Так. Ну, немного отойдем от Латинской Америки и вернемся снова в Россию. Вот, хотелось бы спросить про конкретно вот методы. Вот Ленин, Владимир Ильич, в своей работе «Очередные задачи советской власти» писал то, что методы борьбы против врага, ну, против капиталистического производства, я имел «Очередные задачи». Надо изменять постоянно, в той мере, в какой изменяется обстоятельство. Вот сейчас какие методы борьбы должны применять левые в текущей мировой политической конъюнктуре? Ну, если вернуться к России, вот не случайно сказать, вернемся к России. Да то, что мы сейчас наблюдаем очень интересный период, когда, в принципе, левое движение переживает еще более глубокий кризис, чем капитализм. Вообще, кстати, это не случайно, и целый ряд случаев уже можно привести, когда мы видим обострение проблем при капитализме, казалось бы, и говорят, о, вот дела у капитала, у буржуазии, у правящего класса, неважно, и, наверное, сейчас левые с этого вот получат свою выгоду. А мы смотрим, ну, ничего подобного, да, и левые никакой выгоды с этого не имеют, и наоборот, мы видим, что зачастую левые начинают проигрывать. И это не совсем случайно. То есть, кризис капитализма очень часто сопровождается кризисом левого движения, потому что стандартные формы левого движения, они разрабатываются, они формируются, они становятся устоявшимися именно в условиях определенного типа развития капитализма. И когда этот тип развития капитализма сам по себе тоже приходит к своим логическим пределам, то выясняется, что и те формы социалистической левой оппозиции, которые существовали, коммунистической, они тоже уже устарели. И, ну, классический пример – это кризис второго интернационала, то, что вот у Ленина описано, да. Ну, собственно, кризис мирового коммунистического движения тоже мы видели впоследствии. И сейчас просто можно сказать, что в чем-то кризис левого движения оказался даже глубже и серьезнее, чем когда бы это ни было, потому что… Он сейчас сопровождается очень большим реструктурированием мира труда. То есть мы начали с договора классов, что классы есть, но их социальная структура внутренняя, да, их композиция, так сказать, их состав, их культура изменились очень радикально. И, допустим, вот мы с вами говорили про офисный планктон, да, на мой взгляд, это совершенно классический тип пролетариата, но в то же самое время понимаешь, что социальное бытие офисного планктона совершенно не такое, как социальное бытие индустриального работника. Значит, соответственно… У меня отсюда, тем не менее, вот этот офисный планктон, я думаю, они себя не соотносят ни с каким пролетариатом. Не хотят, ну, знаете, вот, ну, хочешь, не хочешь, а что тут делать? Это вопрос о классовом сознании. Да, вот. Но не хотят не только потому, что неприятно, да, осознать, что ты вот вообще пешка, да, а тут еще и другое, а ведь как раз классическая левая культура, она им мешает осознать себя пролетариатом, не помогает, а мешает. Почему? Потому что, как вот классический левый представляет дело? Вот, у нас есть образ классического пролетария, образца, там, 1905 года. И вот вы должны быть на него похожими. И вот если вы на него не похожи, то что-то с вами не так, да? А вот сидит какой-то там парень в офисе и думает, вот, во-первых, я реально не похож на какого-нибудь революционного работника, рабочего с какой-нибудь там трехгорной мануфактуры в 1905 году, а во-вторых, я не очень хочу на него быть похожим, да? А в-третьих, приходят леваки и говорят, вот, ты не похож, ты плохой, 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 да? И почему я должен туда как-то нестись сломя голову? Почему я должен с ними себя идентифицировать? Вместо того, чтобы попытаться из его собственного бытия, из его собственного опыта жизненного найти опоры и сказать, вот, 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 почему тебе нужно бороться, почему тебе нужно объединяться, какие твои конкретные интересы, в том числе на рабочем месте, почему тебе нужен профсоюз на этом месте. Именно тебе и твой продукт такой, который соответствует твоим потребностям, а не такой, который стоит на заводе. Потому что ты не на заводе работаешь. И так далее. Поэтому зачастую старая культура левых является проблемой. А с другой стороны, все вот эти постмодернистские штучки, попытки пассивно адаптироваться к новому капитализму и в него вписаться, по большому счету, ну, это тоже форма современного оппортунизма. То есть, опять же, оппортунизм сейчас не такой, как времена Ленина. То есть, оппортунист времен Ленина сегодня это был бы вообще революционер на самом деле. Потому что, ну что, за что боролся оппортунист ленинского времени? Что мы вот, мы не будем свергать капитализму, даже радикальную реформу проводить не будем, но вот мы будем бороться за повышение заработной платы, за условия труда, там, за за жилье, за улучшение жилищных условий, да, за здравоохранение, образование для рабочих, да. Извините меня, это сейчас выглядит страшно радикально. То есть, нынешний оппортунист в том говорит, ой, какие-то, все это так, все это неинтересно. Вот, вот давайте мы посмотрим, как у нас вот геев дискриминируют. Это вот нехорошо. Вот, а почему у нас пишут автор, про какую-нибудь Дарью Донцову, нужно писать авторка Дарьи Донцова. А как эти люди, какие они плохие люди, что они Дарью Донцову называют писателем, вместо писателей нецой, да. Вот, мы сейчас с ней будем воевать, вот мы будем принципиальную войну за то, чтобы слово авторка обязательно писать в женской роде, да. А какие-то там проблемы, какие-то смешные, там детские сады, здравоохранение, образование. Нет, мы же, конечно, за, это все прекрасно, но это не актуально, это второстепенно. Вот главное, дискурс, это вот лексика, это вот, вот где настоящая борьба. Вот, понимаете, и понятно, что даже вернуться к старому доброму реформизму, это было бы на таком фоне огромным достижением. И я, кстати, считаю, что в этом смысле в России ситуация лучше сейчас, чем во многих других странах. Потому что наши левые, они, с одной стороны, гораздо более кондовы, по крайней мере, они не развращены вот этой всей постмодернистской отравой, я бы сказал. И в этом смысле, ну, как вот, перевоспитать кондовых левых на какую-то, так сказать, более практическую, более гибкую политику, мне кажется, легче, чем вернуться вот от этого вот дискурсивного образа. образа мысли к реальной политике. Поэтому, мне кажется, что как раз вот у нас политический вакуум, он вообще вакуум, да, вот у нас ничего нет. Все наши партии – это фикции, это не партии, это псевдопартии, это, так сказать, конформисты, да, такие вот коммерческие структуры, которые извлекают прибыль тоже из политики. Значит, если у нас начнется реальная политика, то все равно придется все партии создать задумку, всю политическую структуру, весь политический спектр придется радикально обновлять. И тогда вот в этом вакууме вполне появляется место для того, чтобы сразу создать новую и серьезную левую силу. Тут просто момент нужно не упустить. И в этом смысле, опять же, не случайно, что большевизм возник именно в России, то есть самая радикальная, самая, в общем, все-таки на тот момент, на 910-е годы, самая новаторская форма социалистического движения в стране, где это вообще не было, легальных политических партий. Потому что вот в Германии, да, вот у вас социал-демократия, она большая, институционализированная, организованная, и вот какая-нибудь рота Люксембург, там себя чувствует довольно неуютно, потому что она там оказывается в меньшинстве. Есть в спортивной бюрократе аппарат, который все равно ее будет давить. А Ленин, ну как, он может с нуля создать собственную партию, да? Ну, что потом получится, это другой вопрос. Но ресурсов сейчас гораздо больше, чем при нем. Да, да, вот я по этой говорю, что ситуация совершенно не безнадежная, на мой взгляд, она скорее как раз позитивная, но просто нужно пережить вот этот тяжелый момент, когда мы чувствуем все-таки повседневно, не только как лево, и вообще все мы чувствуем ужасно бессилие, да, потому что вот то, что мы сейчас испытываем, вся страна, да, вот нас пытаются воспитать так вот привычку к бессилию, вот особенно последние годы, да, когда, например, проводится какой-нибудь совершенно идиотский законопроект. Ну, все понимают, что он идиотский, и депутаты, которые за него голосуют, понимают, что он идиотский, да, и все равно все голосуют, потому что так иначе нельзя, да, что это такое? Это тренировка, навык обессивии, да, навык опассивного подчинения, ну, вот как в концлагере заставляли делать заведомо бессмысленную работу. Но я думаю, что тут есть какие-то пределы, когда мы все-таки вырвемся из этой волосы. И вот, наверное, уже завершая наше интервью, задам два небольших последних вопроса. Вот какие сейчас вообще есть перспективы развития у Левого движения в России, вообще ваш прогноз относительно политической ситуации в России в ближайшее время, потому что совершенно случайно, я откнулся недавно в видео, где выступал Валерий Соловей, он предрекал смену политического режима, кардинального причем, и начатием массовых выступлений в конце уже 19-го года. Я бы с Соловьем согласился, если бы ни одна проблема конкретно с Соловьем как политологом, Валерий Соловей, ну как сказать, Соловьем, да? Да. Он же не Соловей-разбойник. Вот. Ну, как сказать. Нет, ну Валерий Соловей, на мой взгляд, говорит очень здравые вещи, но есть одна проблема с ним, которая, кстати говоря, может быть, не только с ним, более того, я подозреваю, что кто-нибудь и мне может предъявить такие же претензии, что он вот о предстоящем крахе режима говорит уже очень много и очень часто, да? И я это слышу, в том числе от него, уже довольно давно, а режим все стоит и стоит. И, возможно, вот сейчас эта же бумеранга прилетит и ко мне, потому что я тоже, в общем, считаю, что нынешний политический режим довольно непрочен. Но в таком случае мы, вот, люди, которые предрекают крушение этой политической системы, должны задать себе другой вопрос. А все-таки почему вот этот наш прогноз, он все время откладывается. Я считаю, что он все равно верен, он принципиально верен. Почему он откладывается? Что мешает ему реализоваться? Потому что основан он на абсолютно объективных вещах. То есть, во-первых, путинская стабильность предполагала ряд конкретных социальных и экономических условий, которые просто физически сейчас нет. И дело не только в дорогой нефти, а дело в определенной международной конъюнктуре, которая, кстати говоря, с этой дорогой нефтью была связана, с тем, что не был исчерпан советский ресурс, износ. Я писал эту статью еще в начале 2000-х годов, и я говорил о том, что происходит износ советского ресурса, который эксплуатируется рыночным образом российской элиты и российской олигархии сейчас. Но опять же, кстати говоря, вот тут конкретный пример, что даже с инженерами-технологами я беседовал, которые говорят, на удивление, скажем, инфраструктурные объекты советские, советские кадры, советские промышленные предприятия оказались более живучими, чем можно было предположить даже по тем нормам, которые существуют. И они помогают внешним режимом поддержаться. То есть процесс износа советского ресурса идет, но он идет гораздо медленнее, чем можно было думать. Надо ждать пока. Нет, нет, понимаете, я вам скажу точно, что были расчеты технологические еще в советское время сделанные, которые предполагали, что вот та инфраструктура и те объекты, которые введены были массово в 60-е, в самом начале 70-х годов, а это был период очень массового ввода в строй объектов, что они выходят из строя примерно в 2008 году. И, кстати, действительно, мы видим, что с 2008 года начинает нарастать количество техногенных катастроф и так далее. То же самое относится к кадрам подготовленным, потому что просто люди обучены, начинают выходить на пенсию, но, к сожалению, умирать, заболевать, начинают работать менее эффективно и так далее. И мы видим, кстати, вот начинается массовое закрытие предприятий в последние 10 лет. Закрытие предприятий, которые просто изношены в ноль. И, в общем, объективно, еще возвращаясь к точке, с которой я начал, объективно, условий для сохранения путинского компромисса, на котором все было построено, на котором была построена стабильность, что всем понемножку и все довольны, этих условий больше нет. Они начинают очень быстро исчезать, например, с 2008 по 2018 год, за эти 10 лет они, в общем, изношены, по-моему, в ноль, действительно, практически. Но Танаж тоже держит власть. Я думаю, что, как ни странно, есть еще один фактор, это психологический ресурс, который власть полностью не исчерпала и стоит отнюдь не в доверии. Тут ресурс доверия тоже все. То есть, 2018 год, пенсионная реформа, доверия к власти больше нет. Это видно в социологии и все. Сейчас приняли сегодня законодательство о рунетике. Да, но есть еще один ресурс, который, возможно, не до конца. Исчерпан это психологический ресурс, который можно связать с тем, что люди боятся. Это ресурс страха. И все говорят, ой, они боятся репрессий. Нет. Я как раз считаю... Да, люди боятся самих себя. Ресурс страха в России очень специфически. Это не страх перед репрессией, это не страх перед полицией, не страх перед государственной машиной. Это страх российского человека перед собой. Потому что российский человек, особенно российский мужчина, он знает, что он может натворить. И плюс, действительно, на уровне почти генетической памяти есть представление о том, что у нас насилие если вернется, то, не дай бог, там было уже не один раз. На бассейне гражданское... Страх гражданской войны. И еще, повторяю, даже не страх, что к тебе при меня относили. Это страх, что ты сам натворишь что-то такое, о чем будешь потом жалеть. Вот эта идеология... Страх это Майдан, на мой взгляд, это не страх, что кто-то там что-то нам навяжет за счет Майдана. Какие-то враги придут и там что-то там завертят. Нет, это страх, опять же, российского обывателя, что когда он сорвется с цепи, он не только что эту цепь порвет, да, он еще будет знать, что натворит. И вот этот ресурс страха, по-моему, это последний барьер, который пока удерживает ситуацию стабильности. Вполне возможно, что этот ресурс тоже будет исчерпан, то есть люди подумают, ой, черт седла, да, что рискнем, да. Когда человек говорит, что я готов рискнуть, даже рискнуть самим собой, да, и рискнуть совершить что-то такое, о чем потом буду жалеть, но это лучше, чем не совершить, потому что тогда я точно буду жалеть, да. Но все равно неизвестность, страх перед неизвестностью. То есть если я что-то сделаю, то я потом буду жалеть, но если я не сделаю, то я точно буду жалеть, потому что будет только хуже, да. И вот когда это перевешивает, то ситуация переломывается. Я не исключаю, что 19-й год действительно может казаться переломным, потому что вот эта вот последняя достаточно тонкая ниточка, она похоже, что уже тоже рвется. теперь сам последний вопрос, вот еще держимся. В России вопрос по поводу кинематографа, если вы не смотрели, правда, это фильм, который я сейчас назову, мы его вырежем, 7 февраля в прокат в завод. В завод. Еще не видел. Я обязательно собираюсь смотреть, но я завода не видел еще. Поэтому, к сожалению, мои товарищи про него сказали, что он их очень разочаровал, но это завод комментировать я не готов, потому что не видел. Ну, обязательно посмотрите сложный фильм для понимания с разных позиций и мы вам рекомендуем. Сегодня у нас был в гостях Борис Юрьевич Когарлицкий, провели очень интересную беседу, надеюсь, вам было очень интересно. Спасибо, Борис Юрьевич. Спасибо вам. Спасибо, Борис Юрьевич. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok